Готова? Нет. Сегодня будут на обед цепелины. Лютовский Кернове. С вами Кивисы, я с Юлия, Шанден, Жуаме и Кернове. Всем привет, я Юлия, сегодня едем в Кернове. Этот город находится в 35 километрах от Вильнюса, и самое главное, чем он примечателен, это то, что это первая столица Литвы. Да, так исторически сложилось, что в Литве было 4 столицы. Первая это Кернове, вторая Тракой, третья Конус, и четвертая, и сейчас актуальная, это Вильнюс. Сейчас соберусь и поехали смотреть. Я уже рассказывала, что первая столица Литвы была Кернове, и есть легенда, которая гласит о том, как эта столица была перенесена в Тракой. Однажды великий князь Гедеминос отправился на охоту из столицы Кернове за 5 миль от реки Вилья и нашел в лесу красивую гору, окруженную лесами и равнинами. Ему очень понравилось, он там поселился, основал город, дал ему имя Тракой, где сейчас находится старый Тракой, и перенес туда свою столицу. В XIII веке это был довольно крупный город с 5 крепостными строениями, от которых сейчас остались только холмы. Но и эти холмы внесены на самом деле в список мирового наследия ЮНЕСКО в 2004 году, и мы сейчас идем их смотреть. Но сегодня Кернове — это очень маленький городок, тут живет около 200 человек. Самым красивым зданием в Кернове я считаю вот этот костел Пресвятой Девы Марии, который выдержан в таком неоготическом стиле. Построен он был в 1910-20-х годах, преимущественно на средства литовцев, которые проживали в Америке. Продолжение следует... Бесплатно все. Из интересного в Кернове еще вот эта часовня в стиле классицизма, которую построил тут Станислав Риомерис в 1856 году. Это не просто часовня, это часовня-мавзолей, то есть там в подвале похоронено порядка 8 человек. После Первой мировой войны она была разграблена, и уже, по идее, не выглядит так хорошо, как когда-то была изначально построена, но она тут до сих пор существует, и там остались эти захоронения. Сразу за костелом Пресвятой Девы Марии находится очень старая деревянная часовня, которая была построена примерно в конце 18-го, начале 19-го века. Она несколько раз сносилась, разрушалась, отстраивалась заново, и сейчас вот она сохранилась в таком вот виде, все еще деревянная, и можно даже внутри посмотреть, как она выглядит. Когда ее реставрировали, там также нашли какой-то живой камень, который вроде бы обладает какой-то энергией, поскольку в Литве довольно популярно было язычество, вероятно, это был какой-то камень для языческих обрядов. Тут просто очень ветрено, и я не знаю, слышно ли меня вообще, но за мной сейчас находится тот самый комплекс холмов в Кернове, который внесен в список мирового наследия ЮНЕСКО в 2004 году. Я плохо довольно ориентируюсь по карте, но там есть очень разные холмы со своими названиями, и именно здесь в 13-м веке тут были крепости. Я вот сейчас уже отошла от холмов, потому что там ужасно сильный ветер, там буквально сносит, и невозможно стоять, но хотела рассказать, что про эти холмы есть интересная легенда, такая народная сказка о том, что среди них есть заколдованный замок, которого мы не видим, и от него ведут подземные туннели в Трак и Вильнюс. И в начале Керновского туннеля находятся железные ворота, в начале Вильнюсского золотые, и там, где Трак и находятся серебряные ворота. И якобы, когда случится, если случится апокалипсис, то мы сможем увидеть эти ворота, и по ним поедут такие вагончики. Наверное, всё, что я могла рассказать, я уже рассказала. Из интересных мест тут осталось вот это прекрасное кафе. Нам сказали, тут сегодня будут на обед цепелины. Пойдём подкрепимся. Итак, я жду цепелины и керновский чай из чего? Из чабрица и липы, да, которая тут выросла? Да, из чабрица и липы. Мне кажется, нам всё принесли просто со скоростью света, как будто нас тут ждали. Вообще, насколько я знаю, есть два лагеря людей, которые очень любят цепелины, и те, которые их просто терпеть не могут. Я ещё не понимаю, к какому я отношусь. Тут определённо цепелина вкуснее, чем те, которые я покупала просто в магазине. Котлеты с картошкой и сметанкой. Вкусненько. Тут ещё очень приветливый хозяин кафе. Он увидел, что я снимаюсь, и принёс ещё книгу про город с фотографиями, чтобы можно было посмотреть, как город выглядит в разное время года. Вот это вот активные жители города Керновя. Вот те самые холмы. Их тут на фотографиях выглядит гораздо больше, чем мы видели сверху. Просто как будто бы смотрю кадры из-за съёмок Игры Кристаллов. Даже, похоже, проходят какие-то бои. Обалдеть. А там были летние кадры, потом осенние и зимние. Да, это похоже на то, что мы сегодня видели. Рембедес. Меня зовут. И здесь вы в кафе, который называется Сад Кернавский. Керновес Содас по-литовски. Это название от того, что вот эти соломенные сады, они так у нас в Литве называются, и от этого и название. Здесь внутри и соломы сделаны эти сады, а снаружи из пластика. Эти соломенные сады, они как бы символ между небом и землёй. Они как бы притягивают хорошую энергию. И для этого они здесь у нас, чтобы вы тоже были, вам понравилось здесь, и вы хорошо провели время. Так что вот такое у нас кафе. Также ещё на втором этаже у нас есть маленький такой готель, где тоже можем принимать людей. Летом у нас здесь много людей и много туристов. Мы много работаем тогда. Сейчас мы работаем только в субботе и воскресенье, потому что такая погода и меньше людей. Кирнавя – это первая столица Литвы. К сожалению, конечно, по сей день не остались ни в крепости, ни в замке, которые были деревянные. Но остались холмы, на которых стояли эти крепости наши. Эта территория – 192 гектара. Это под эгидой ЮНЕСКО. Информация из музеев, что ещё раскопки проведены только на одном проценте этой территории. А уже в музее есть более 20 тысяч экспонатов от раскопок. Было в столице где-то по одним источникам говорится, что 2 тысячи жителей было, а по другим источникам – что до 5 тысяч, а сейчас не насчитывается и 500. Когда до ковида, так у нас это самый-самый серьёзный праздник. И не только в Кирнаве, я думаю, что и в Литве. И участников приезжают практически со всей Европы. Участники. А люди, которые хотят посмотреть на это, так тоже и с Литвы, и за рубежей приезжают. И это самый-самый интересный праздник. Тем более, что на нём есть что делать не только взрослым, но и детям. Потому что дети могут пострелять из лука, попробовать куда-то там попасть или просто из глины сделать какие-то посуды. Так что это очень хороший и интересный праздник. Другой праздник – это день святого Святого Яна. Или Ивана, если по-русски, да? Так тоже у нас уже 67-го года. Этот праздник празднуется здесь, в Кирнаве. И первый раз этот праздник как раз в 67-м году в Литве был отпразднован здесь. Есть такая очень хорошая традиция, потому что приезжает много этнографических ансамблей, которые поют, которые танцуют. И всё действие идёт всю ночь. И потом все идут с факелами к реке и встречают солнце. Ищут цветок, ну вот как по-русски... Попротник. Да, попротник. Этот цветок ищут. И когда уже подходят к реке, то вниз по реке пускают такие светящиеся фонарики. Да. 6 июля каждый год, смотря как конец недели, так может быть или перед 6-го, или после 6-го. Правильно, Кирнаве или Кирнаве? Кирнаве. Кирнаве. Кирнаве, по-русски Кирнаве. Добро пожаловать у нас в Кирнаве. А чею? А чею? Лауксю. А че? Буду ждать. Я надеюсь, вам тоже было интересно послушать также истории местных жителей. И, возможно, вам стало интересно приехать в Кирнаве. В Кирнаве для города, в котором живёт порядка 200 человек. Очень неплохо выглядит. Ну, несмотря, наверное, на то, что тут такие не очень почищенные дороги, я тут вижу очень много людей, которые тут гуляют, причём и молодых, и детей, с семьями, с собаками. Кафе работает, там довольно было много, мне кажется, для такого времени дня посетителей. И карточки принимали, поэтому мне понравилось. Очень интересная у города история. Надеюсь, вам это видео тоже понравилось. Не забывайте ставить лайк, подписываться на мой канал. А если подписаны, то увидимся в следующем видео через неделю. А я желаю вам приятных и беспроблемных путешествий. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok